Андрюх, иди сюда. У нас, короче, сегодня творческий вечер. Рэмбоза пьяный валяется, а мы за место него. Вы всю дорогу хотели увидеть, кто же там пиздит за кадром. Пиздим Почему? Да, я вас приветствую, дамы и господа, леди и джентльмены. Мы начинаем нашу аналитическую передачу. О чем? Ну, я так думаю, мы сегодня поговорим о музыке, о колумбарии, аутаназии и прочей всякой херне. Такую. Да? Мы все правильно говорим. Да, конечно. Как это делал Рэмбоза? Не помнишь, что именно? Ну, как он там? А, я Витор Рэмбоза. Да, да, говорил, я Витор Рэмбоза. Там, типа, друзья, здравствуйте, Авитор Рэмбоза. Друзья, здравствуйте. Мы, к сожалению, не Витор Рэмбоза, но... Хуй. Пойми, короче. Ладно, будем пытаться делать все как Витор Рэмбоза. Ну, для того, чтобы делать все как Витор Рэмбоза, мы сначала должны начать пить пузырьки. Это как минимум. Бля, я хуй узнаю. Фу, нахуите. Микроволновая печь. Бля, у меня нет дома микроволновки. У тебя есть? Да. Блин, она же вредная. Чем? Да, она, говорит, на километр там бьет волнами, там, какими-то, чем радиация, блядь. Да, еще влечем в радиацию. Блин, я не знаю. Я вообще, как бы, по дефолту вырос в Ливнах. У нас там и так радиационный фон повышенный, блядь. Да, нас уже не берет микроволновки. А я жил, короче, знаешь, сколько лет? В лет, наверное, 15. Пизжу. 18. Возле карьера, где идет открытая добыча руды. Каждую пятницу и среду там были взрывы. Вот она как въебет. У нас доме, блядь, стекла вибрируют, и облако радиоактивное поднялось. Короче, понеслось на горы. Вот такая вот хуйня. Да. А вот микроволновка, блядь. А микроволновка очень вредная. Я думаю, это не то. Ну, слушай, а ты знаешь, есть такой газ фреон? Да. Ну, в холодильниках. Холодильник. А ты не знаешь, он вредный или нет? Он пидецкой вредный, на самом деле. Да? Да. Ёб твою мать. Ни хуя себе. Блядь. А мы тут попали под замес, короче. Рэмбос за раз мне звонит и говорит, у тебя нет там ни хуя похмелиться. Я говорю, да нет у меня ни хуя. А он говорит, у меня дома старый холодильник тамбов стоит. Я говорю, ну и что, холодильник, что ли, в металлоприемку потянем? Да так, херел. Он говорит, не надо холодильник целиком тянуть. Надо мотор оттуда, короче, вытянуть, блядь. Он самый ценный. Я говорю, ну давай. Пришли мы к нему домой. Благо, мамы дома не было. Короче, раскурочили этот холодильник там сзади, блядь. Давай этот мотор вытяк. Он тяжеленный. А там еще трубочки какие-то медные. Ну, я там эти трубки отломал, а оттуда вот этот газ как попер, короче, прям вообще пиздец. Я бросил нахуй ему тайду, блядь. Хера узнать, что это такое. Это фреон, да? Да. И даритый пиздец. Хуя знает. Но нам как-то, блядь, ничего не было. Так вот мотор я заебался тянуть. Ромбоза-то, блядь, не может его нести. А там пиздячить, блядь, прилично, блядь. Насколько? Ну, килограмм 5-10. Насколько там? Да килограмм, блядь, 20. Да, я всю руку оттянул, пока тянул. Блядь. И вот оттуда. Ну, так фишка в том, что мы его принесли, блядь. Отдали. Я там жду, у меня ромбоза. Побещал там вся пиздец. Все. Во! Короче, блядь, похмелуга нам обеспечена. А они нам говорят такие, ну, 20 рублей мы можем дать. Если хотите, можете его там дальше ковырять, медь там раскручивать. Я думаю, твою ты мать. Думаю, нахера мы заморачивались? Лучше позвонили бы кому-нибудь. Уже бы нашли бы себя. Так, мы вам там обещали рассказать про какую-то музыку, да? Про музыку, так, про музыку. Блядь, слушай, если бы я знал, что будет такое общение, надо бы хоть пиво все лить через такого. Да, ну, метанись, возьми пиво. Блядь, а где магазин? Ну, надо выходить через проходную и... Блядь. Да иди, иди, все равно это пробная хуйня. Нет, я... Просто это самое, не ошибываю. Я... Я просто так более общительный, понимаешь? Я немного так поджимаюсь. Ну, пиздуй туда быстрее, блядь. Ой, Виталий Николаевич, гудит тревожный бас. Нам ставил горшу бас. Нам ставил горшу бас. Эпат тревожный бас. Гудит тревожный бас. Вставляет горшу бас. Вставляет горшу бас. Вставляет горшу бас. Гудит тревожный бас. Гудит, 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 гудит. Пошке гудит, гудит, гудит. Пошке гудит, тревожный бас. Гудит тревожный бас, там с тобой угоню. А куда Андрюха-то пропиздил? Андрюха, да пошел пивка себе взять для рывка. Наверное, говна как у маленьких. Да у тебя еще вишня есть. Вот, вишня меня радует. Так, вот это мальчик Влад. Он работает, работает, да не работает, да играет на гитаре в группе системы зажигания. Это же такая работа, блин, там, серьезно. Вот это вот парень, мальчик Андрей. Мальчик Андрей. Да, он у нас специалист по электронной музыке, по ВИЧ-хаусам, там, что там еще у тебя. ИБМ, да, 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 и там прочее такая. ИБМ, это, блядь, круто, блядь. Очень, очень сложная психоделическая хуйня. Синт-поп. Ну, это Виталий Николаевич, блин, и я ваш покорный слуга, вокалист группы «Адовый мужик». Да, там, поем, свяка. Виталий Николаевич является, как бы, логотипом живым. Ну, да, группа «Адовый мужик». Талисман. Три года назад нас чисто случай свел на улице. Чет-то, смотри. А, мне кажется, четыре уже. Да, нет, три. Три, да. Блин, нам не казалось четыре. Это было дело зимой. Ну, да. В какой-то лютый мороз. Я откуда-то шуровал, и были у меня деньги. Ну, ты купил водяры после, и мы с тобой бухали на стадионе. Да. И мы с тобой договорились тогда сделать проект «Адовый мужик». Ну, мы набрали еще людей там, это самое. Уже поменялись некоторые. Да, некоторые уже поменялись, но как бы мы вот с тобой все-таки до конца. А вот в группе «Система зажигания» как дела обстоят? Сейчас пока затишье, потому что Атос в запое. Ну, вы тихо. Атос в запое, да? Атос в запое, да? Да как я с ним не выпью, он все время в запое выходит. Слушай, я слышал там историю, его какой-то клоп укусил. У него позавчера крыса укусила. Крыса укусила? Да, серьезно, блядь. Да ладно. Я ему говорю, иди, блядь, прививайся, блядь. Блядь, вот Атос, пиздец. Опять. У женщины. Там уже и крысы пошли. Да, там уже, блядь, какой-то клоп. То он на клопах оттуда выезжал, теперь жена крыса. Ой, пиздец. Это слишком мелко, блядь, для него. Блядь, а нет, теперь вдруг за это деньги у нас не роли. Представляете, чувак, короче, меня сейчас просят, говорит, открой бутылку пива, сам не справляется. Вот куда? Потому что нету открывашек. Открывашек зубками. Вот Виталий Николаевич с зубами, блядь. Я заметил, я уже все опалил. Вот куда, молодежь, вот бутылку пива открыть не могут. Это же смешно, да? Но я раньше зубами открывал. Сейчас уже не в состоянии. Ну, у меня их мало. Блядь. Ты же всегда на видосах открываешь все время. Замахали, блядь. Вот у кого опыт. И все время руки какие-то, руки твои там, оп, что ты там делаешь. Вот у кого, блядь, опыт. Вот она. Слабаки. Как-то так. И не бывает. Что ты? Кого-то? За кого ты пьешь сегодня, Виталий Николаевич? За вишню на коньяхе. Давай-ка за колумбарий на семашке. А когда он откроется, то я хуже его знаю. Давайте я с вами. А вот, наверное, нет. Денег некуда в тюрьму. Живей, Виталий Николаевич, долго. Не болей, не кашляй. Ну, у меня... Я ж знаю, ты хоть... У меня долгожители все. Да. Выглядишь ты, конечно, так уже в возрасте, но зато печень у тебя молодая. Да я смотрю у своих одноклассников, они выглядят... Они же еще стареют, да. Они вообще... Я, кстати, видал там не сорок, не сорок. Семя, а по-кому-то им шестьдесят уже, блин.